Знакомьтесь, это мой новый друг, проектор BenQ W2700, а это Forza Horizon в 4K с HDR. Короче, ребят, я вам сегодня покажу новый проектор. Это просто, это просто обалденнейшая штука, что он вообще делает? Давайте начинать смотреть ролик, понравится, комментируйте, ставьте оценки. Одно только слово, офигенно и поехали. Всех приветствую. Добро пожаловать в мой, можно сказать, домашний кинотеатр в коттедже. И да, он находится прямо здесь. У нас сегодня видео будет посвящено новому проектору от компании BenQ. Этот проектор с разрешением 4K Ultra HD с поддержкой HDR. Вот он передо мной. Сейчас будем его доставать, вставить и проецировать. Итак, у меня опыт проекторов есть, личный, такой, знаете, как говорится, весь путь прошел. Если вы сейчас скажете, что, ну, проектор это для людей, которые зажирались, знаешь, это приходит со временем. Сначала тебе достаточно телевизора, потом ты ходишь в кино, а потом ты понимаешь, что ты хочешь, в принципе, такой же кинотеатр, ну, большой экран, там, для игр, к примеру, ну, для фирмов, иметь дома. И вот и начинается путь такой. У меня путь вот такой вот. Первый был проектор BenQ. Модель, сейчас вам скажу, это модель MX525. Это 720 проектор, то есть у него разрешение 720. Потом Full HD. Вот эта вот машина уже намного серьезнее. Это модель HT1070A. Она у меня привезена из Америки. Это Full HD проектор. И разница между 720 и Full HD просто огромнейшая. То есть вот этот сейчас мой основной инструмент. Я им пользуюсь. И смотрю фильмы, играю в игрушки на Xbox здесь, в коттедже. У меня экрана выступает вот эта стена. Конечно, проектор можно проецировать на специальный экран. Такой у меня есть в Москве. А здесь есть гладкая стена. Такого желтого цвета. И, что классно, в каждом проекторе есть настройка поверхности. Точнее, тону поверхности. Ты можешь полностью отрегулировать проектор под цвет этой стены. Будет изображение такое, какое нужно. Ну а главное, здесь есть технология Cinematic Color. Она воспроизводит оптимальные цвета для получения точных и реалистичных изображений. Плюс сверхширокое цветовое пространство DCI-P3 Cinematic Color, охватывающее гораздо больше видимый спектр, чем у REC 709. Высокий коэффициент ANSI, контрастности и серфицированная калибровка ISF-CCC обеспечивает невероятное реалистичное изображение именно с той цветопередачей, какой ее задумал режиссер. Фух, сложно, но я это выговорил. Первое, что я достал из коробки, это пульт управления. Сразу чувствуется, блин, мощность всего этого. Потому что он с подсветкой. Это удобно, особенно в ночное время. Ты представляешь, когда ты хочешь что-то переключить, то здесь это подсвечивается. Например, в моих моделях, конечно, такого нет. Изначально в комплекте дается довольно-таки длинный кабель питания. Это важно, потому что короткий кабель питания не всегда подойдет. Потому что я даже себе специально розетку сделал. У меня розетка специально наверху. Потому что я знал, что я буду пользоваться проектором. Но я, конечно, в планах было повесить экран вот здесь вот, но что-то не свершилось. В принципе, можно это сделать. Но классно у нас вот эта вот стена для этого подходит. Диванчик раскинул, хоп, ставишь проектор. Красотища. Так, достаем тебя. И он точно может занять вот это вот самое место. Потому что здесь по старшинству, ну и по размерам, вы сами видите. Довольно-таки старая модель. То есть 720, 1080 и 4K HDR. Здесь вообще прям все пироги. Чума какая-то. Что вы себе представляли? Ценовой диапазон, давайте я вам покажу. Данный проектор можно найти от 123 тысяч рублей до 129 тысяч рублей. Теперь прикинем. Проектор нифига не дешевый. Потому что данная штука, я так себе мыслю, ставится конкретно, к примеру, в комнату, которая оборудована на тебя именно под кинозал. Ну, то есть если дома ты себе отдельную комнату делаешь с нормальным звуком, то вот такую машину туда вполне себе можно поставить. Притом это такая. Знаете, 4K, ну, именно вот как домашний кинотеатр. То есть проектор есть еще дороже, но здесь, в общем, даже сбалансировано. Давайте посмотрим на внешность. Задняя сторона. Здесь у нас два динамика, которые скрыты под вот этой красивой сеткой. Дальше есть 12-вольтовый триггер, ну, для того, чтобы опускать и поднимать экран, когда у нас включается-включается проектор. Значит, ком-порт, сервисный разъем, USB 3.0, это очень важно. Два HDMI, которые у нас по 4K принимают. Дальше еще один порт USB, ну, для того, чтобы можно было что-то заряжать, к примеру, здесь даже iPad можно будет зарядить нормально. Далее, цифровой интерфейс, ну, это там Sony Philips Digital Interface и Audio Out 3.5 мм. Очень приятный такой вот этот вот, не знаю, бронзовый какой-то цвет. Очень классно сделано, ну, значок BenQ. Есть заглушка, которая у нас закрывает такое вот прямоугольное отверстие. Она, видите, не круглая, прям прямоугольник. Написано 4K HDR, 8,3 миллиона пикселей. Окей, ну, да, пока я снимем. Здесь приемник. Снизу регулировка трех ножек, то есть, соответственно, по наклону. То, что тебе нужно. Есть, конечно, возможность прицепить его на потолок. Я, кстати, думал делать именно вот так вот и прицепить его куда-то сюда. Но почему-то не свершилось. Плюс еще на задней стороне есть выход 12-вольтовый триггер. То есть, что это такое? Ты включаешь проектор, и если у тебя подключен автоматический экран, он выезжает. Удобно. Выключаешь проектор, хопа, все свернулось. Классная тема. И есть у нас динамики. Они находятся как раз под этой сеточкой. Очень все красиво сделано. Ну, здесь вообще претензий нет. Смотрите, как происходит домашний кинотеатр даже сейчас днем. Специально все сделал. Значит, закрываются окна. Первое. Второе. Сейчас мы его тоже здесь закроем. Закрываем. Плюс закрываем двери. И все. Темнота. Друг молодежи. Закрываем. Все. Стена готова. Из того, что я сейчас сразу заметил, очень классное кольцо фокусировки. Оно такое тугое, прям как нужно, чтобы четко настроить. Дальше мы получаем изображение. И при помощи зума я могу вот так вот вручную все это дело увеличить. Я обычно делаю, ну, вот так вот, по косяку двери. А давайте я вам сейчас для примера переместимся в Москву. И покажу, как у меня все это именно в Москве выглядит, в домашних условиях. А ну-ка, на секундочку, перемещаемся. И значит, дома в Москве происходит таким образом. Я обычно на старе это все дело не ставлю. Я ставлю салат на подоконник. И дальше транслирую уже на экран. Экран у меня прикреплен вот здесь вот над проемом. Давайте его раздвинем. Дневное освещение. Это у нас фильм в 4К и совершенно стандартные настройки. То есть яркость можно выкрутить еще на максимум, но все стоит на уровне. Ну, а что вы себе представляли? На улице день. Вот. Опять же, дневное освещение. Дюнкерк, тоже в 4К. Вполне все смотрибельно. Не, ну, конечно, не будем себя обманывать, потому что в дневное время, при дневном свете, смотреть фильмы никто не собирается. Для этого нужно полное затемнение. Но это я вам показываю для примера. То есть как это будет выглядеть. Вот сзади меня картинка в полностью освещенной комнате. Тестируем режим максимальной яркости. Ну, что вы себе представляли, давайте вам еще вот в таком формате покажу. Максимальная яркость. Вау. Ну, конечно, все получается немножко засвеченное, но в дневных условиях, в принципе, картинка такая же, как у тебя и в полной темноте. Ну, это тоже по примеру. Вернулись обратно в Подмосковье. Слушайте, ну, пульт светится. Это на самом деле, это просто, это супер, это мега круто. Это очень полезная фича. Значит, все у меня вот так вот по колхозному, в принципе, сделано. Проектор старит на кресле. Ну, такой вот мой сетап. Обычно мы делаем это вот так вот. Регулируем. Закрываем дверь. И все, пожалуйста, у тебя целая стена. Ну, еще чуть пониже сделал, чтобы вот этот угол не заезжал. И дальше вот сюда заваливаешься. И отсюда у тебя получается вот офигенный фирмец. Режешь, смотришь. Значит, смотрите по настройкам. Значит, нажарим менюшку. Здесь у нас режим изображения. Давай. Так, синим у нас стоит. Давай. Брайт сделаем, к примеру. Оу. Ну, это слишком ярко. Окей. Яркий ТВ. Ну, так сказать, мне нравится. Кстати, прошу заметить, у нас сейчас 4К-зарешение 60 Гц. С приставки идет. С Xbox. Здоровеннейшее изображение. Притом, на этом проекторе размер отсюда идет еще больше. Потому что вот с такого же расстояния, к примеру, Full HD, у меня вот так вот угол не залезает. То есть, а здесь он, ну, реально больше изображений делать. Можно, конечно, сделать поменьше. Не так много зумировать. Давайте. Вот так вот можно сделать. Можно. Можно, конечно, выбрать режим именно света. Насколько у нас будет ярко светить лампа. И здесь уже все зависит, конечно, какой режим ты выберешь. Срок службы лампы. Потому что она 245 Вт. И рассчитана примерно где-то на 4000 часов. Вот, работы. Плюс-минус, примерно, это где-то получается ну, 2000 фильмов. Конечно, это много. Через это время там, например, не знаю, может, я вообще никогда не придется менять. Может, там лет через 7 лампу заменить примерно что-то где-то 12-13 тысяч рублей. Все. Других здесь проблем нет. Безумно круто, что здесь есть медиаплеер встроенный. И тебе, в принципе, не нужно подключать никакую приставку, ничего другого, чтобы получать оттуда информацию. Я, обычно, к примеру, еще всегда использую Apple TV, чтобы смотреть фильмы, либо что-то с телефона туда кидать. В принципе, с этим достаточно подключить жесткий диск и на нем иметь какой угодно контент. Чего хочешь. Фотки, музыка. Ну, флаг поддерживает. Он поддерживает флаг. Вот. Блюрейки. Все круто. Окей. Давай запустим. Выбор источника. Нажимаем. И здесь мы выбираем устройство чтения. Есть у меня тестовая фирма, которую я скачал. Это, к примеру, с HDR. давайте вот запустим Sony Pictures 4K Ultra HD. Так. Какие еще есть? Force Camp. Вот. LG New York 4K Ultra HD HDR. Погнали. Так, так, так. Слушайте, первое впечатление. Я думаю, что это будет не так заметно по сравнению с Full HD. Но. Ха-ха. 4K это вообще эта тема. Именно вот у W2700 динамики встроенные вот здесь вот. и сейчас они работают примерно не знаю, на 10, что ли. А громкость вообще 6-8. Хорошие динамики. Слушайте, а изображение, блин, ну это сказка. Офигеть. Офигеть. Правда, на камере небольшие полоски появляются. так. решил самый крутой тест провести вот именно на другую камеру, потому что она у меня тоже, ну понятное дело, 4K, но она более детализированно все передает. Я просто включаю все тот же самый New York и, блин, изображение, мне кажется, которое записывает камера, ничего не хуже, чем можно просто там в интернете сейчас зайти посмотреть с вашего телевизора. Пипец. Просто смотрите, вот мы стоим, готовится изображение, посмотрите на детализацию. Вот, смотрите, видео, смотри, что за детализация. Это я вообще прям вплотную к стене прям подошел. Охренеть. Я не знаю, камера, конечно, этого не передаст, но это просто, это безумно круто. Смотрите, я даже приближу, такое ощущение, что мы в Нью-Йорке. Офигеть. Короче, готов вам признаться, что 4К это круто. Офигеть, просто. Сбоку у нас охлаждают его два вентилятора, и они нифига не шумные. Вот, проектор работает уже, наверное, минут 20. Вполне все комфортно, температура у меня, кстати, в Full HD намного сильнее греется, чем здесь. Вот, с этой стороны воздух засасывается, потому что здесь прям холодненький туда идет. Здесь у нас идет на выдув. И, ну, чтобы вы понимали, вот, проектор работает 20 минут, то есть я, в принципе, могу здесь руку держать полностью. Самое горячее место вот здесь получается. Но при этом все равно можно держать руку. По размерам, что мы можем получить, примерно где-то 2,7 метра, это где-то там будет 110 дюймов. То есть с 3 метров он выдает картинку 120 дюймов. Много, много. Это внушительно. Короче, машина офигенная, просто. Осталось только реально докупить нормальный проигрыватель, потому что все-таки вещь-то сделана не для игрушек, скажем так, а для серьезных кинотеатров, потому что все вот эти мои жесткие диски, это, конечно, хорошо, но, к примеру, звуковые дорожки в большинстве файлов не поддерживаются, потому что все-таки если купить настоящий 4К там Blu-ray Ultra HD плеер и купить это на нормальный диск, поставить вах, вот, потому что все эти штуки с торрентами, конечно, хорошо, но здесь не то. Ну, можно воспроизвести через телевизор, но здесь встроенный плеер есть, это круто. Сейчас посмотрим еще на одно произведение искусства, потому что изображение у нас в 4К, здесь у нас еще фирменная технология, в нем применена, называется она, сейчас вам скажу, Cinematic Color, и сейчас посмотрим на краски, потому что это Forze Horizon 4, это должно быть тоже круто. Ну-ка, делаем полное затемнение, у нас 4К, 60 Гц, окей, погнали. В игрушки играть просто одна красота. В Forze, соответственно, у нас HDR включен, сейчас мы его уже все настроили, окей. А, ну и плюс лампу можно использовать не на полную, а в эко-режиме там должно, по-моему, до 15 тысяч часов хватить, поэтому это выбор уже ваш, либо на максималке пользоваться, чтобы получать максимум удовольствия. Я хочу отметить, что здесь классные динамики, то есть, если в таком, в портативном режиме использовать, то уж, конечно, в нормальном кинотеатре домашнем ты не будешь пользоваться встроенными динамиками, там в любом случае выводишь звук на нормальной колонке, но для встроенных динамиков здесь, о! Ну, короче, слов нету, я влюбился. Это стоящий апгрейд, вообще прям, это красота, ребят, 4К проекторы, это бомба, что еще происходит, офигеть, это очень круто, смотрится. Представляешь, как будто ты играешь на телеке, который, у тебя здесь сколько, 200 дюймов, наверное. То, что я сегодня увидел, короче, просто проект офигенен, вау, круто. Если хотите поподробнее узнать все характеристики, яркости и так далее, ссылку на официальный сайт оставлю вам в описании. Я лишь могу сказать, что это крутая штука. Это крутая штука и есть у меня, конечно, с чем сравнивать. Вот. Ладно. Все, закрываю, пошел дальше играть. Спасибо, что досмотрели ролик. Давайте, пока, ребят.